Эти ребята, девушки и юноши будут работать в силовых структурах, охранять общественный порядок. Но для начала они обучились о зампрофессии в колледже государственной и муниципальной службы. Настало время продемонстрировать навыки на экзамене по правоохранительной деятельности. Ранним утром студенты предстали перед комиссией. Испытания начались с огневой подготовки. На сегодня у нас две экзаменационные группы издают, в общей сложности 16 человек, выполняет 6 заданий. Вчера нам пришло к заданию, 6 конкурсных заданий. То есть в основном это обращение с оружием. И основной упор делается на раскрытие и предупреждении преступлений. Валерия Кашицына планирует стать полицейским. Пистолет Макарова собрала и разобрала быстро. Результатами довольна. Сейчас очень большое количество преступности, поэтому хочется быть одним из тем, кто ее уничтожает. Сегодня сдаем дактилоскопию, огнестрельную подготовку, огневую подготовку, строевую подготовку, отлитие слепков. Конечно, волнуемся. Составлять фотороботы, оказывать первую помощь, заполнять документы. Курсантов обучили многим навыкам, которые далее пригодятся в профессии. Интересно проходит экзамен по изготовлению гипсовых слепков с подошвой обуви предполагаемого преступника. Необходим гипс, вода, шпажки, песок, на котором есть отпечаток протектора ботинка и лак для волос. Конкурсант приходит. Он наливает воду в данную чашу для разведения гипса. Из расчета один к трем. То есть одна часть воды и три части гипса. Затем он это перемешивает. Примерно консистенция получается как магазинная сметана, ну или как тесто для изготовления блинов. То есть девушкам в этом плане проще, если они хозяйки готовят. Гипсовый раствор готовится. Пока он готовится, конкурсант, для того, чтобы закрепить след, так как гипс у нас с вами вещество достаточно хрупкое, используются шпажки. Шпажки предварительно замеряется данный след. То есть мы укладываем, держим на весу, замеряем. Укладываются две шпажки в длину и одна шпажка получается делится на три части. Мы укладываем их для закрепления ребра жесткости. Затем мы с вами берем бирку, в ней проделывается отверстие, в которое мы с вами закрепляем нитку, в данном случае это бичевка. Продеваем, она продевается. Я сейчас пока не могу это сделать, потому что это будут делать конкурсанты. И она крепится уже непосредственно обоими концами к данной палке, к этому крепежу. Вот в таком примерно положении. Здесь указывается, что гипсовый след был изъят по адресу такому-то, с места, допустим, совершения преступления, кем был изъят и подписывается двумя понятыми. Затем это готовится. Раствор застывает до определенной консистенции. И курсант заливает первый слой этого раствора. Затем на первый слой он выкладывает нашу арматуру, данные шпажки, вместе с закрепленной биркой, привязанной на данную веревку. Выравнивает и заливает вторым слоем для закрепления. После этого мы ждем, когда все это застынет, и уже конкурсант может ее достать и показать. Если задание будет выполнено хорошо, то слепок будет четкий, и он не развалится. А лак для волос сильной фиксации необходим для обработки песка, чтобы отпечаток держал форму и рисунок. Испытания продлятся 10 дней. Комиссия оценит 69 студентов колледжа. Будущие стражи порядка также продемонстрируют работы с дактилоскопией и мастерство стрельбы. Виктория Черкова, Марат Мегдеев. Улправда ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...